приветствую вас мои ласточки с вами снова алла касаткина проект ладно и я ссылка на сайт вот а мы сегодня с вами будем говорить об одном неприятном моменте на первых свиданиях когда вы встречаетесь с мужчиной у вас была переписка или вы просто с ним вот там встретились где-то познакомились и вот вы отделились у вас первая встреча один на один и мужчина на этой встрече почему-то либо сразу лезет обниматься его с вами целоваться причем очень многие предпочитают зацос такого типажа мужчины либо он начинает вас быстренько оглаживать охаживать ощупывая все выпуклые и впуклые части вашего тела норовясь даже иногда под юбку залезть есть такой типаж мужчины женщины теряются особенно женщины после 40 они не понимают как себя вести иногда они делают ошибочный вывод а чё тут такого потому что она начинает дергать плечиком а он ей тут же задает а чё тут такого то мы же взрослые девочки и мальчики и с этого начинается один неприятный момент сейчас расскажу какой напоминаю меня зовут алла касаткина я психолог почти 20 лет помогаю женщинам быть счастливыми любимыми и успешными если вы еще не подписаны на мой канал самое время подписаться и в описании этого видео еще забрать подарочек для вас книгу секреты счастливых женщин чтобы вы могли применять их в своей жизни и становиться счастливее и успешнее что же происходит тот момент когда мужчина на свидании начинает распускать руки вы этого человека видите впервые это не ваш близкий друг это не ваш близкий родственник это не человек ваш избранник ваш мужчина это незнакомый человек с улицы это что он сейчас делает называется сексуальные домогательства да именно так это называется сексуальные домогательства часто мужчины объясняют это тем я тебя увидел я прямо там ты такая зажигалка ух какая ты женщина и женщина думает что он не делает комплимент а нифига это не комплимент я тебя увидел и прям загорелся я тебя хочу иди я тебя обниму и норовит ее там где-нибудь прижать пощупать это не комплимент это не впечатление которое вы произвели это банальное сексуальное домогательство этот человек называется насильник потому что он делает с вами то чего вы явно не хотите и на это свидание вы явно не шли с такими намерениями и тут возникает вопрос а как же реагировать на самом деле сейчас скажу сначала один момент если отпустить эту ситуацию на самотек вас будут использовать вас будут шантажировать вас быстро попытаются даже на этом свидании склонить к сексу и чаще всего незащищенному потом мужчина исчезнет и сделает вас виноватой или не дай бог вы еще можете физически пострадать от этого чем это может закончиться а теперь что делать во первых убрать мужские руки себя четко обозначить да я вижу я на тебя произвела впечатление зафиксируйте это но ты ведешь себя как насильник ты ведешь себя как агрессор ты меня пугаешь то есть вы обозначили четко то что происходит у вас внутри я больше чем уверена вряд ли вы обрадовались такой встречи вы скорее всего испугались потому что не об этом вы мечтали на первом свидании и первой встречи мужчины если мужчина проявляет настойчивость если мужчина даже после этих ваших слов прет на абордаж знайте перед вами агрессор и насильник его не интересует что вы чувствуете его не волнует каково вам он четко знает свою цель и стремится добиться ее любим путем будет ли когда-нибудь этот мужчина вас уважать нет будет ли когда-нибудь мужчина этот считаться с вашими чувствами с вашими желаниями с вашими намерениями нет никогда не будет и поэтому чем быстрее вы уйдете с такого свидания тем безопаснее и комфортнее для вас если же иногда есть мужчины которых кто-то научил что нужно вести именно так и вот у них мудачество включилась накануне встречи с вами нормальный мужчина если вы его остановили и обозначили барьер который переступать нельзя тут же стушуется извиниться и будет держать дистанцию он будет уважать ваше решение он не будет пытаться продавить или приблизиться к вам больше чем вы позволяете для вас это очень важный индикатор если извинение не последовало если мужчина продолжает пытаться облапать вас да это именно так называется залезть к вам под юбку начинает рассказывать вам что у него там рядом квартира машина или пошли погуляем еще куда-нибудь в темное место знайте перед вами насильник и агрессор от насильника и агрессора нужно бежать с нормальным мужчиной можно продолжить общение для того чтобы выяснить это было случайно и придурь или это все-таки системная вещь выбор за вами но о своей безопасности запомните особенно на первых свиданиях вы должны позаботиться сами потому что именно с этого момента включается в мужчине вот тот мудак который всю жизнь вы потом удивляетесь а откуда она взялась а вот это самые первые тревожные звоночки если вы правильно отреагируете на этот на этом этапе значит шансов либо отсеять либо поставить на место человека у вас намного больше и тогда вас будут больше уважать и ценить чего я собственно говоря вам и желаю если хотите возразить или хотите рассказать свои истории а я думаю у вас их наберется милости прошу в комментарии с удовольствием отвечу на все ваши истории если возникнут вопросы объясню а мы с вами встретимся в следующих видео пока пока мои ласточки с вами была алла касаткина и проект ладно и я